Здравствуйте, я врач-эндокринолог, врач-диетолог Павлова Ольга Михайловна. Сегодня мы поговорим про слабость, сонливость, поговорим о том, что будет, если не лечить гипотиреоз. Гипотиреоз это сниженная функция щитовидной железы, то заболевание, которое развивается очень плавно и часто скрыто. И в итоге гипотиреоз приводит к печальным последствиям, таким как сердечно-сосудистая патология, набор веса вплоть до тяжелого ожирения, бесплодие, невынашивание беременности и выкидыши, различные неврологические нарушения, то есть потеря памяти, снижение когнитивной функции и так далее. То есть если не лечить гипотиреоз, мы получаем очень тяжелые последствия. Именно поэтому очень важно выявлять гипотиреоз на ранней стадии, когда мы можем легко выровнять функцию щитовидки. На какие симптомы нужно обращать внимание, чтобы заподозрить патологию щитовидной железы? Если мы насчитываем более трех симптомов у себя, то это повод пойти сдать анализы, проверить функцию щитовидки. Первое это слабость. То есть мы просыпаемся утром и у нас особо нет энергии. Мы себе переставляем будильник, хотим полежать подольше. То есть даже если мы в воскресенье выспались, нам не нужно вставать на работу, все равно проснулись и как будто бы сил нет. То есть первый симптом гипотиреоза это слабость. Второе это сонливость. Когда мы поели, как мне одна пациентка рассказывает, я говорит поела, сажусь и засыпаю. Даже на работе за рабочим столом. Вот такая вот постоянная сонливость, когда вы сели, уснули. Некоторые пациенты засыпают за рулем. Это тоже симптом гипотиреоза. То есть это нужно лечить. Следующее это головные боли по утрам, головокружение по утрам. Когда мы встаем, у нас нестабильное давление. Это тоже симптом гипотиреоза. У нас голова тяжелая, голова болит, бывают головокружения. Это все симптомы гипотиреоза. Следующее это низкая либидо. Когда у нас нет ни сил, ни желания, нам просто хочется вечером прийти с работы, упасть на диван и не шевелиться. Чтобы нас никто не трогал. Это тоже симптом гипотиреоза. Причем это и у мужчин, и у женщин. Следующий симптом это нарушение теплообмена. То есть когда у нас холодные руки-ноги, когда мы постоянно мерзнем. Как вот буквально вчера у меня сидит на приеме семейная пара. И муж говорит, я часто мерзну. Я вот даже летом хожу в какой-то кофточке. Жена говорит, да в какой кофточке ты в куртке летом ходишь. Ну и действительно так. Сниженная функция щитовидки это та ситуация, когда человек мерзнет. Если человек начинает постоянно регулировать температуру тела градусником, то он замечает, что температура постоянно низковатая. Низковатая. 36,0, 36,2, 35,9. То есть температура не доходит до нормальной отметки 36,6. Температура низковатая. Это часто бывает при тяжелом запущенном гипотиреозе. Что еще? Отечное лицо по утрам. Вот это просто классическая история, когда человек просыпается, у него следы от подушки. Он такой отечный. Человек говорит, я уже вечером воду не пью. Соленую рыбу я вообще не помню, когда ел. И все равно я отекаю. Это симптом гипотиреоза. Кроме того, это изменение состояния волос. Волос сухой, волос ломается, волос выпадает. Кроме того, изменение состояния кожи. То есть сухая, бледная кожа, раннее старение. В отношении бровей. Если классический симптом это выпадение наружной третьей брови, то при гипотиреозе бывает и выпадение внутренней третьей брови. То есть, когда у нас редеют брови, это всегда симптом того, что нужно обследовать щитовидку. Кроме того, это дискомфорт в теле. Полинейропатии часто бывают при гипотиреозе. А если это гипотиреоз плюс сахарный диабет, то полинейропатии развиваются намного быстрее. То есть, они менее в руках и ногах, покалывания, чувства мурашек и прочий дискомфорт, вызванный изменением функционирования периферических нервов. Если вы насчитали более трех симптомов, то есть, растет вес, слабость, сонливость, снижение либидо, идем и сдаем анализы на функцию щитовидки. Что нужно сдавать? В первую очередь, мы сдаем главные гормоны, которые показывают функцию щитовидной железы. ТТГ, тиреотропный гормон, центральный гормон, который показывает функцию щитовидки за три месяца. И свободный Т4-тироксин, свободный Т3-триоттиранин, те гормоны, которые выбросила щитовидка утром, то есть, день сдачи анализа. Для нас важно посмотреть и ТТГ, оценить возрастные параметры, потому что референс лабораторная норма от 0,4 до 4, А вот возрастные критерии разные, то есть, для молодого и среднего возраста целевой ТТГ до 2, до середины референса. Более взрослый возраст ТТГ может доходить чуть повыше, до 3. Если у человека в молодом возрасте высокая ТТГ 3-3,5, это говорит о том, что функция щитовидки снижена, неактивна. Ситуация называется синдром минимальной тиреоидной дисфункции, то есть, неактивная работа щитовидки, снижение относительно возрастных критериев. Т4 и Т3 должны быть не низкие, должны быть середина, либо верхняя треть референса. Если же вы пьете гормонально-заместительную терапию гормонами щитовидки, то в первую очередь мы оцениваем ТТГ, в том случае, если Т3 и Т4 вы принимаете извне. Кроме того, мы обязательно смотрим УЗИ, если мы сдаем анализы один из первых разов, то есть, мы не знаем, есть антитела или нет, мы плюсом задаем АТФ-ТПО, АТФ-тереоглобулину, АТФ-рецептор ТТГ. И анализы по щитовидке мы расшифровываем у эндокринолога, потому что, если вы пришли к терапевту, терапевты часто не знают возрастных критериев. Терапевт смотрит на лабораторную норму и говорит, у тебя все хорошо, иди домой. Если же вы пришли к грамотному эндокринологу, грамотный эндокринолог знает возрастные критерии, знает, как оценивать соотношение Т4 и Т3 и может действительно оценить, функция щитовидки соответствует вашему возрасту, либо же нет. И если нет, то мы уже решаем. Либо нам вводить витамины, микроэлементы, аминокислоты, которые стимулируют функцию щитовидки, либо же у нас действительно гипотиреоз уже клинически выраженный, и нам нужны гормоны. Поэтому, друзья, сдавайте анализы вовремя, обращайтесь к грамотным врачам и соблюдайте рекомендации врача, так как именно от щитовидки зависит, сколько у вас сил, какое у вас настроение, какое у вас либидо и, конечно же, наш внешний вид. Будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok